Здравствуйте! Новости на канале СКА в студии Оксаны Шкаевой. И вот что сегодня в нашем выпуске вы увидите. И одна из главнейших, важнейших задач, как раз участие в этом процессе, что... Процесс пошел. Как ремонтируют новоквартирные дома? Довольны ли жильцы, кто следит за подрядчиками? В регионе подвели первые итоги. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы намерены в кратчайшие сроки вместе с областным правительством эту проблему решить. Вопросы дольщиков. Глава города встретил с теми, кто достраивает проблемные объекты. У нас вселенаводческие хозяйства плохо защищены. Африканская чума, санкционка и похитители чернозема. Ростельхознадзор усиливает контроль. Процесс пошел. Власти губернии подвели первые итоги большой работы по ремонту многоквартирных домов. Напомню, в области действует региональная программа. За нее отвечает фонд капремонта. Сегодня Самарская область входит в десятку российских лидеров по капремонту жилья. Хорошие показатели и по собираемости средств. Но есть и над чем поработать. Подробности у Светланы Лисковой. Работа идет, но вопросы к исполнителям остаются и у власти, и у жильцов. Ключевой вопрос, он же самый проблемный, подчеркивает губернатор качество. Главный региональный оператор фонда капитального ремонта докладывает главе региона, что сделано. Собираемость денег на ремонт в области неплохая, без малого 50%. То, что наметили отремонтировать в прошлом году, выполнили на 80%. Но глава региона Николай Меркушкин от цифр переводит разговор на то, что ближе и понятнее самим жильцам. Разговор идет о качестве работы. Ключевой вопрос. Качество работы, что мы можем снова оказаться в ситуации, когда будут потрачены деньги, в том числе большие деньги. Большая доля, очень большая доля в этих деньгах, деньги людей. А работа могут быть сделаны так, в случае, к ним надо снова через год возвращаться. То есть, они будем по-настоящему делать все, делать все. Мы дойдем до большой беды. По-настоящему. Как положено, как прописано и как нужно человеку. Высокая планка качеств и строгий отбор подрядчиков. Вот слагаем успешной работы случайных людей в этом деле, заявил губернатор, быть не должно. Слишком высока ответственность. Власти на местах, подчеркнул Николай Меркушкин, тоже не должна оставаться в стороне. И общественные советы создали, и райсоветы создали. И одна из главнейших, важнейших задач, как раз участие в этом процессе, чтобы они и с людьми работали, и потом взаимосвязь была тесной, чтобы не три месяца согласовывать вопросы, а может неделя достаточно для того, чтобы согласовать вопросы. Николай Меркушкин также подчеркнул, что работать необходимо по новым стандартам, подходить технически грамотно и с учетом современных требований к комфортному жилью. На сегодняшний день отремонтировано уже более тысячи домов. Завершают еще 706 многоквартирных объектов. В целом же программа рассчитана на 25 лет. За это время хотят привести в порядок 19 тысяч больших домов. Светлана Лискова, Николай Сидоров, СТВ. Помощь обманутым дольщикам. За последние годы острота этой проблемы снизилась. Работа ведется правительством области, городскими властями и застройщиками. С представителями компаний, которые ведут достройку проблемных объектов, встретился глава города Олег Фурсов. Глава города регулярно встречается с представителями компаний, которые достраивают проблемные объекты. Им предоставляется земля на льготных условиях, а также оказывается организационная помощь. Тем не менее, не все получатели компенсационных участков используют их по назначению, решая проблемы дольщиков. Застройщиками таких проблемных объектов сегодня встретился глава Самары Олег Фурсов. Заявление было подано 2 июля 2015 года. Сегодня деньги на дыхавролин не заключены. Люди отслуживают землю у нас просто, отрезают, оттянут. Застройщики жалуются, что, мол, отселять жильцов с территории под застройку дорого. Те судятся и хотят получить свое. Олег Фурсов призвал строителей не прибедняться. Все хотят сократить издержки, но меру надо знать. Мы же считаем, какая прибыль получится в итоге у каждого из участников этой программы. И прибыль там изменяет сотнями миллионов рублей. Отселяете 7 семей, начинаете строить. Вы это можете вполне сами сделать. И давайте нам нормальный, понятный график строительства, достройки этих домов. Не конец 2018 года, а 2016-2017 год. А вот с решением административных вопросов обещал оказывать постоянную помощь. Здесь готовы помогать вам абсолютно во всем. Будь то снос гаражей, будь то поддержка в каких-то заключениях, в получении субсидий, в выдаче компенсационных площадок дополнительных, или в решении поснятия каких-то административных барьеров. Но от вас требуем качество, выполнение сроков, повышение производительности ваших работ. Всего с 2012 года количество обманутых дольщиков сократилось с 11,5 тысяч до 2 с небольшим. Из более 100 объектов недостроенными остались всего 26. Только за 2015 год введено в эксплуатацию 11 таких домов. Максим Остриков, Владимир Терентьев, СТВ. Жильцы многоэтажки по улице Солнечной, 12, не могут достучаться до коммунальщиков. Оба лифта в 19-этажном доме работают больше двух недель. Причины их отключения известны, а сроки устранения палаток остаются загадкой. Улица Солнечная, 12, с момента сдачи дома прошло около года. Однако проблема с лифтами здесь возникает не впервые. Жители рассказывают, прошлой весной оба подъемника из-за того, что шахты подтопило, не работали сутки. Этого времени для решения проблемы управляющей компании хватило. На этот раз и более двух недель оказалось недостаточно. Лифты отключили 1 февраля. Многим пришлось приостановить ремонт в своих квартирах. Другие не могут переехать. А те, кто уже проживают в доме, вынуждены поневоле заниматься физкультурой. Не получая от этого никакого удовольствия. Дом 19-этажный, живем мы тоже на 19-м этаже. Вот у нас маленький ребенок. Переехать никак не можем, поэтому вынуждены проживать пока в другой квартире, благо рядом и есть где пока пожить. В доме живут и беременные женщины, также дети маленькие, с родителями тоже. Мы видели вчера коляску внизу уже оставлять, потому что таскать по этажам тоже тяжело. Даже в случае, если возникнут какие-то проблемы, даже вызвать скорую, и для того, чтобы скорая помощь быстро оказала медицинскую помощь, это, несомненно, возникнут с этим проблемы. Также это и проблематично. Все равно в течение дня возникают какие-то бытового характера вопросы, элементарно выйти за продуктами даже. По словам жильцов, управляющие компании ссылаются на то, что в шахтах оказываются грунтовые воды. И обещают, со дня на день все исправят и подъемники запустят. Но предпринимаемые меры пока оказались малоэффективными. Несколько раз откачивали, просушивали, вода снова появляется. Потом вызвали застройщика. Застройщик начал делать гидроизоляцию. Но уже где-то неделю, наверное, с лифтами ничего не происходит. Застройщик сделал какую-то гидроизоляцию, все равно протекло в пассажирском лифте лужа. Здесь просто сыр. И сегодня с утра обещали включить. Соответственно, также не включили. Погода в Самаре ставит температурный рекорд. В феврале был перекрыт абсолютный максимум для этого времени года. И, как следствие, на дорогах сильная гололезица. Сейчас коммунальные службы приводят улицы в порядок. Какие организации отвечают за уборку дорог, тротуаров и дворов, представители департамента рассказали журналистам. Власти Самары опубликовали список организаций, которые отвечают за уборку в городе. Согласно правилам благоустройства, в столице губернии зоны разграничивают между специализированными муниципальными предприятиями, подрядными, а также управляющими компаниями. Так, за уборку проезжей части автомобильных дорог, а также тротуаров отвечает МП благоустройства и субподрядные организации. Привозить в порядок дворы, проезды, тротуары, пешеходные дорожки, которые расположены на придомовых территориях, должны управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Когда управляющие компании, собственники зданий чистят скотные кровли, тротуары расчистили, снег уронили, скажем, с кровель счистили, и считают, что все, теперь тротуары МП благоустройства должно чистить. То есть, есть вот такие моменты, но, в принципе, здесь, конечно, больше функционалы районных администраций, они эти процессы, моменты стараются выявлять. Содержать в чистоте территории вокруг киосков, на остановках общественного транспорта и тротуаров перед магазинами должны их владельцы. Существуют определенные правила, определенные территории, которые они должны обеспечивать санитарное содержание. То есть, она закреплена соглашениями с администрациями районов. В принципе, администрация районов также контролирует их выполнение. Уборку территорий, которые долгое время не используются, а также заброшенные участки, проводят администрации внутри городских районов. Екатерина Голдаевская, Олег Павлов, СТВ. В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части будущего подземного тоннеля на пересечении Ракитовского и Московского шоссе. За сутки рабочие зальют 580 кубических метров бетона и через 10 дней приступят к следующему этапу. Две рабочие бригады по 60 человек работают на этом участке круглосуточно, используют только российские материалы. Уже летом 2017 года самарцы забудут о бесконечных пробках. К этому времени здесь планируют закончить все строительные работы и освободить кольцо. Идет строительство путепровода тоннельного типа. То есть это двухуровневая развязка. Московское шоссе, проще сказать, ныряет под Ракитовским шоссе. Кольцо здесь сохраняется только для движения тех, кто по Ракитовскому шоссе едет и по Волжскому. Потоки будут в разных уровнях. То есть основной поток Московского шоссе беспрепятственно проезжает через вот это пересечение. 70 тонн, метр толщины плиты выдержит не один грузовик. Много сварочных работ. Арматура вся не в перехлёст, вся на сварке соединяется. Общий тоннаж здесь, который вы видели, это 70 тонн. Но это еще здесь не заканчивается. Здесь еще будут стены боковые. В каждой еще по 40 тонн будет арматура. Две стены справа, слева. Сейчас недолго прервемся. Вот что далее смотрите в нашей программе. Опасность в том, что у нас вселеноводческие хозяйства плохо защищены. Африканская чума, санкционка и похитители чернозема. Ростельхознадзор усиливает контроль. 17 миллионов рублей штрафных денег. За прошлый год в Самарской области изъято 400 тонн запрещенных продуктов. Специалисты Ростельхознадзора устроили более 1800 проверок в регионе. В общей сложности зафиксировано 1500 нарушений. Подробнее о ситуации в регионе сотрудники областного ведомства рассказали на пресс-конференции. Прошлый год оказался ударным для сотрудников Ростельхознадзора. Огромный ущерб для губернии нанесли охотники за плодородной почвой. Сразу в нескольких районах уничтожено более 40 гектаров чернозема. Проверки почти 900 проб почвенных образцов показали, что в 27% обнаружены тяжелые металлы, нефтепродукты и опасные для человека бактерии. А вот опасная для животных африканская чума пока до Самарской области не добралась. Хотя в соседних регионах этим вирусом заражались уже несколько раз. У нас вселеноводческие хозяйства плохо защищены биологически от этой болезни. А вирус таков, что нет никакой вакцины от этого. То есть падешь, страшный убыток. Человек не болеет, но убыток от свиноводства, от того, что свиньи погибают, очень высок. Специалисты Росельхознадзора не исключают, что этой весной могут появиться первые жертвы и у нас. Поэтому мясо проверяется с еще большей регулярностью. Провести продукты неизвестного происхождения в регион стало сложнее. Если у владельцев нет документов, мясо уничтожают. При этом даже не проверяют в лаборатории. То же самое планируют делать и с молочной продукцией. И так до тех пор, пока это не перестанет приносить выгоду недобросовестным торговцам. Кроме того, под пристальным вниманием молочка на прилавках. Больше половины из взятых проб подтвердили фальсификат. Походишь в магазин, берешь пачку масла, и там написано. Состав. Сливки пастеризованные. Ну какие сливки пастеризованные, значит, добавок, стоит 79 рублей. Рядом еще пачка масла. 119 рублей. Рядом еще пачка вологодская. 145. Ну там процент 82. Да, жирность. И так далее. То есть навевает мысль, да, почему она 79. Мы не против пальмового масла. Его употреблять-то можно в пищу. Мы просто за то, чтобы нас никто не обманывал. Вот ты если из пальмового масла делаешь, то и пиши, что это не молоко, а молокосодержащий продукт. Мы вот тут подумали с нашими ветеринарами, посмотрели наши молочные кухни, поминаты детского питания. И по оперативным данным они получают вот это сырье как раз с тех предприятий, которые гонят вот этот вот фальсификат. В настоящее время в России действует система Меркурий. С 2018 года она станет обязательной для всех производителей. По баркоду потребитель сможет узнать, откуда продукт и вообще есть ли в системе производитель. Его отсутствие станет определенным сигналом для надзорных органов. Анастасия Шамшурин, Классидерф, Анатолий Барамзин, СТВ. О наиболее важных спортивных событиях в жизни региона в нашем обзоре. Крылья Советов просмотрит полузащитника Ален Трауре. В распоряжение Самарского футбольного клуба прибудет 27-летний игрок. Напомню, сейчас Волжение находится на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании. Ален Трауре с 2012 года выступает за французский Лорьян, за который провел 40 игр и забил 8 мячей. Также на его счету 18 голов в 38 игры за свою национальную сборную. Помимо Трауре в распоряжении самарцев прибудут 24-летний бельгийский форвард Жанни Бруно, 23-летний защитник Виталий Каленкович, который работал с крыльями на двух предыдущих сборах. Пополнение в составе Новокурбшевской новой. В российском волейболе закрылось трансферное окно, по итогам которого к Волжанам перешли два игрока. 23-летний диагональный Казанской академии Алексей Евсеев и 20-летний либера Нижнего Новгорода Артем Каштанов. Стоит отметить, что это весьма неплохое усиление нашего клуба. Ведь пока новая расположилась на 12-й строчке турнирной таблицы национального первенства. В активе 12 очков. К своему очередному поединку готовятся и баскетболисты клуба «Самара». 27 февраля к ним в гости пожалует Владивостокский «Спартак». Отмечу, что приморцы – главные обидчики подопечных Сергея Зазулина в прошлом сезоне. Ведь по итогам регулярного чемпионата наши парни заняли первую строчку в чемпионате. А вот в матчах плей-офф не смогли подтвердить своих чемпионских амбиций. Из гонки за медали их выбил «Спартак». Так что матч предстоит сверхпринципиальный. В 17 февраля весь мир отмечает День спонтанного проявления доброты. История этого праздника берет начало в 1998 году в Токио. С тех пор к празднованию Всемирного Дня Доброты присоединяется все большее количество стран. В России праздник пока не получил столь широкого распространения, но в последние годы к нему уже стараются привлекать внимание различные благотворительные организации, устраивая в этот день марафоны, акции и флешмобы. Этот праздник способен обидеть действительно всех, поскольку доброта – это светлое, чистое, искреннее чувство, делающее людей отзывчивыми, милосердными и человечными. Между на этом все. Далее прогноз погоды авторской программы Дениса Сарова «Абзац». И в завершении выпуска напомню адрес сайта георгия Лиманского gslimansky.ru Читайте наши новости в социальных сетях, в группах СКАТ и СТВ «Самара» и заходите на наш сайт. А я же с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...